Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мы сегодня поговорим про Колесникова. Скоро, не за горами практически, да, уже весна, и надо что-то делать с огородом. Пора думать о семенах, пора думать о рассаде. Вот чем и занялась, в принципе, Света. Она немножко, как она выражается, перебирает семена, так как некоторые семена у нее не взошли. И вот теперь она смотрит, какой перец у нее не взошел, какой взошел, в общем, перебирает. Потом взяла в руки пачку семян цветочных и говорит, вот покупали дети все вместе семена, но подарила Анжелика. Вот так. Все посовещались, и я решил, называется. Теперь Света прям не знает, кто ей подарил, то ли дети подарили, то ли Анжелика. В общем, очень важные вопросы решает Света. И все еще сетут на то, что вот не взошел перец, и продолжают перебирать. Говорит, воловье ухо, бараний рог, что-то у нее там взошло, что-то нет. В общем, это все про перец она. Семена горького перца собранные. Понимаете, это не покупные, а вот прям такой самостоятельно сделанный пакетик из листа бумаги. И там вот семена горького перца. Я так понимаю, что или она сама собрала этот горький перец предыдущего урожая, или ей кто-то его дал. Соседка, говорит, делится с ней семенами. Там какие-то семена ей давала. И вот просто интересно. Она заявляет о том, что горький перец она не сажает, потому как его никто не ест, и она его не любит. Так для чего ты тогда собирала этот горький перец, если ты, конечно, высаживала его в прошлом году? Я, честно говоря, не помню, по-моему, не было горького перца. Значит, ей дала соседка этот горький перец. Для чего ты взяла у соседки эти семена, если ты знала, или ты в прошлом году не знала, что не любишь горький перец? Очень интересно. Для чего? Чтобы он у тебя вообще пропал, чтобы все сроки годности закончились. Ну да, у тебя все должно настояться. Даже семена должны пропасть. Ну а рядом сидит Дарина и говорит, кушать, кушать. Света на Дарину не обращает никакого внимания. Дарина это поняла, что сегодня мама ее вряд ли накормит. Ушла. Потом, смотрю, пришла с каким-то тетропаком. То ли йогуртом был питьевой, то ли что, не знаю. В общем, помоги себе сам. Дарина поняла, что никто ее не накормит, и сама пошла и поела. Но Света в это время даже не сдвинулась с места. Она продолжала нам рассказывать про свои семена. Достала пакетик с семенами клубники. Повертела-повертела его в руках. Ахина говорит, вы знаете, вот я вроде как собираюсь высаживать клубнику рассадой, усиками, да, уже кустиками такими. А семенами я, мол, не собираюсь высаживать клубнику. Поэтому, если они захотят, пусть сами себе высаживают. Вообще нормально? Мало детям школы, они еще будут огородом заниматься, и если захотят сильно клубнику, сами себе посадят. Кстати, по-прежнему Света детей называют они. Кошмар какой-то. Никак, ни по именам, ни дети. Очень редко проскальзывают у нее детки. Но это максимум, что проскальзывает. Мне кажется, что вот если ее разбудить среди ночи, спросить, как зовут они, Света даже сразу не сориентируется. Ну, про дни рождения, понятное дело, даже не будем спрашивать. Это такой вопрос на засыпку. Это вопрос под звездочкой. Когда кто родился, мне кажется, Света этого сразу не сможет сказать. Ну, а имена, может быть, назовет, но тоже вряд ли. Тоже вряд ли. Так что они будут сами себе сажать клубнику, если захотят клубники поесть. Потом Света переводит свой взгляд на кошка и говорит, да, немножко взошел какой-то красный перец. Какой-то красный перец взошел, какой, неизвестно. Самое интересное. Цветы. Взяла она эти цветы, упаковки с семенами цветов и говорит, цветы будет высаживать в стаканчик. Думаю, вот это да, это номер. Это как? Рассаду? Очень интересно. Очень интересно подумала мне, как так рассады, цветы. Но я такого не слышала. Может быть, конечно же, все зависит от климата. Но если такая беда. Там мини-теплицу какую-то, даже не теплицу, накрыть чем-то. Вот так высадить рядочек. Один рядочек, другой. Правильно, один рядочек, к примеру, астры. Небольшой. Другой рядочек, дельфиниумной и так далее. Небольшие такие вот рядочки. Совсем небольшие. И накрыть все это дело пленкой, раз ты так переживаешь, что в марте еще возможен снег. Она говорит, с одной стороны, их дома снег, с другой стороны, их дома вода. Это как? Где находится их дом? Просто интересно. Такое загадочное место. Ну, а далее Света выдает ту фразу, которая меня просто победила. Она сделала мой день. Закапывать цветы будем в марте, говорит Света. Закапывать цветы. Ох, Света, Света. Не высаживать цветы, а закапывать. И вот, вы знаете, пока Света говорила про семена, про то другое, я обратила внимание на угол той комнаты, где сидела Света. Если я не ошибаюсь, это зал, электронный зал. И вот угол то ли сырой, то ли грязный, я не знаю. И вот низ стены у Света в спалене, тоже нам ее показали несколько влогов назад, тоже какой-то такой вот цвет имеет грязный. И то ли это плесень, то ли это сырость, хотя в принципе где сырость, там и плесень. То ли это грязь. Вот непонятное что-то вот со стенами происходит во дворце Колесниковых. Очень непонятное. Но Колесниковы на это внимания особого не обращают. Если это плесень, то это очень жутко, особенно учитывая то, что в доме дети. Чем они дышат, можно только представить. Ну, у Светы есть, конечно, свое объяснение, свое видение того, как сажать цветы. Он говорит, земельку отдельно ведерко надо высыпать, а потом пересадить. Вот так. Потом будем пересаживать. Я так понимаю, что в ведре будут у нее расти цветы. Ну, такие портативные цветы, да? То есть можно будет перенести. Мобильные. Вам нужны цветы в этом углу огорода? Давайте сюда ведерко поставим. Посмотрим, будет ли смотреться наш дизайн или нет. Ага, посмотрим. Теперь перенесем в другой угол огорода. Посмотрим. Может быть здесь будет лучше смотреться. И вот такой вот у нее будет ландшафтный дизайн. Да, почему нет, интересно. Света скоро будет ландшафтным дизайнером, мне кажется. Ну, дальше Света вытаскивает из одного пакетика, в такой капсуле пластиковой, семена. Там немного, их штук 5, наверное, или 6. И говорит, баночка. Берет в руки совсем маленькую капсулку. Говорит, баночка. Думаю, ладно, пусть будет баночка. Вот в этом пакетике семена в баночке. Ой, ну, это Света. Света еще не то может сказать. И Дарина рядом сидит и говорит, да, мне нравятся цветы. Думаю, боже, Дарина, что случилось? Ты ли это? Наконец-то хоть одному члену семьи нравятся цветы. Одному члену семьи, который об этом говорит открыто. Света всегда говорит о том, что ей цветы не нравятся. И она лучше бы искусственные цветы завела бы. Ну, не знаю, так ли это. Мне кажется, Света все-таки лукавит. Может быть, из-за того, что ей редко дарили цветы. Она так думает. Не знаю я. Но, тем не менее. Дарина вот в открытую говорит, ей нравятся цветы. И я теперь очень надеюсь на то, что Света, если, как она выразилась, закопает цветы в марте, она не только их закопает, то есть не только их высадит, да, или там высеет какие-то цветы, но она и будет ухаживать за ней, потому что любимой дочке нравятся цветы. И дети будут иметь с чем пойти на 25 мая и 1 сентября в школу. А дальше Света выдает оригинальное. По записям она не понимает. Вот что написано? Света не понимает. По картинкам она еще что-то разберет, да. И нам продемонстрировала прям в камеру. Говорит, вот смотрите, какие картинки. А вот что написано? Не понимает Света по записям. И очень переживает, что в марте снег еще будет. Говорит, и с астрами надо разобраться. У нее очень много пакетиков семян астр. И, кстати, астры очень красивые цветы. И они цветут октябрь, ноябрь, где-то до этих вот месяцев. Опять же, я говорю про их и сентуки, про южные регионы. Возможно, в Подмосковье все иначе. Но, тем не менее, можно как-то выкрутиться. Можно накрыть эти грядки, когда только-только-только они будут сходить, эти цветы. Накрыть просто полиэтиленовой пленкой. Правда? Просто пленкой накрыть. Такой вот, как мини-парник им устроить. Ну, посмотрим, что придумает Света. И тут Дарина, сидя на диване, стала прыгать. Прям вот сидя, стала прыгать. И Света ее успокоила, говорит, что ты дергаешься? Ухломонись! Я думаю, может быть, что-то я не то услышала. Перемотала назад. И опять нет. Ухломонись! Вот, не угомонись, а ухломонись. Но Дарина ее поняла. Видно, Света с ней всегда таким макаром разговаривает. И Дарина прекрасно понимает, что означает ухломонись. Ну, и Света говорит потом, мы продолжаем что-то делать. Вот что-то делать будет многодетная мама, мать шестерых детей. Что конкретно делать? Она еще не определилась. Но то, что надо что-то делать, это сто процентов. И вот она продолжает что-то делать. Она меня поражает. Вот, честное слово, Света, это что-то с чем-то. Вот такие вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, чтобы ты видео увидела как можно больше зрителей YouTube. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Всем пока-пока. Встретимся в комментариях. Встретимся в комментариях.